История Алексея Василюка В Омской области много строительных котлованов. Они небольшие на вид, но очень глубокие. На дне ямы и резкие впадины. Берег у котлована глинистый и поэтому очень скользкий, а вода зачастую грязная. Но все же жаркие летние дни, а мечи предпочитают проводить, купаясь именно в таких котлованах. В тот день у местного котлована было много отдыхающих. Все знали, что его глубина 2,5 метра, а на дне сплошные ямы и глина. Так что люди старались быть осторожнее. Семиклассница Аня пришла купаться вместе со своей подругой и дедушкой. Пока девочки плескались водой и играли в догонялки возле котлована, дедушка отдыхал в стороне. Вместе с друзьями на котлован пришел искупаться одноклассник Ани Леша Василюк. Девочки играли вдвоем, резвились. В какой-то момент Аня побежала от подружки, оступилась, подскользнулась на глинистом берегу и камнем упала в воду. Она даже не успела вскрикнуть. Ее подруга испугалась и начала звать на помощь. Прошло примерно 3 минуты, когда на крики прибежали мальчики. Подруга быстро объяснила, что Аня упала в воду, ее надо спасти. Ребята испугались, но не Леша. Не теряя ни минуты, он бросился в котлован. Он единственный из десятка мальчишек. Говорит, что разрабатывать план спасения было некогда, и он просто нырнул. Выбраться из глинистой ямы ловушки даже взрослому человеку, не умеющему плавать, вряд ли удастся. Что говорить о подростке? Леша рассказывает. Я плаваю хорошо, меня научили старшие друзья. Я сразу нырнул, сделал взмах и наткнулся прямо на Аню. Начал тянуть ее кверху и сам поплыл. Девочка не дышала, она пробыла под водой примерно 5 минут. Леша потащил ее к берегу. Там уже был дедушка Аня. Он помог Леше поднять девочку на поверхность и начал оказывать ей первую помощь. Леша Василюк вспоминает. Он ее откачивал и откачивал. Наконец пошла пена с кровью вместе. Мы с другом думали, что она не выживет. Аня задышала, открыла глаза и начала кашлять. Ее жизнь уже ничего не угрожала. Родители Ани поблагодарили Лешу за спасение дочери, назвали его поступок подвигом. Но сам мальчик героем себя не считает. А вот Аня не сомневается, что жива именно благодаря мужеству одноклассника, с которым она всю начальную школу просидела за одной партой. Девочка рассказывает. Я сначала вообще ничего не помнила, а сейчас... И сейчас как плохо помню. Теперь осторожнее буду, это точно. Мама Леши называет его своим надежным помощником в семье. У него три младших сестренки, и он всегда помогает с домашними делами. Леша занимается хоккеем и волейболом. Мечтает стать военным. Юный герой уже готовится поступать в Омский кадетский корпус. Он уверен, что сможет защитить не только девчонок, но и все Отечество. Безусловно, мир, в котором дети вынуждены совершать подвиги, не тот мир, в котором мне бы хотелось жить. Я думаю, что особенно подвиги, которые и совершаются с детьми, и направлены на спасение детей. Все-таки подвиг взрослого быть рядом и охранять, спасать своих детей. И давайте мы будем совершать подвиги ради детей, а у них будет просто детство.